На канале The Get поступил такой вопрос «Почему бывает состояние богооставленности?» Сразу процитируем Евангелие. В Евангелии от Матфея, Господь, страдающий на Христе, около девятого часа возопил Иисус громким голосом «Илили ломаса в охване», то есть «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Господь приобщился всему, что мы с вами в жизни имеем, Господь принял в себе человеческую плоть и жил как человек, был во всем, как мы, кроме греха. И Господь впустил того, что вкушаем и мы с вами время от времени, вот этой богооставленности, которая, к сожалению, бывает с нами. Бывает по разным причинам. Бывает, во-первых, потому что мы несем на себе немощь природного греха. Бывает, потому что мы с вами и сами отходим от Бога и испытываем такие безблагодатные трудные состояния. А бывает, что Господь попускает нам пережить это, чтобы мы Бога поискали, чтобы мы Богу помолились, чтобы мы, поскорбев, потрудились над своей душой. И это богооставленность, надо принимать со смирением, понимая, что даже сам Христос перенес это состояние достойно, страдая на кресте, безропотно, с молитвой к Богу. Поэтому, когда мы чувствуем пустоту внутреннюю, когда мы чувствуем, что как будто мы одни, как будто Господь нас не слышит, когда нам кажется, что наши молитвы все уходят в какую-то непонятную пустоту, или когда вообще не хочется молиться, а хочется закрыться, унывать, или роптать, или искать виновного, надо поставить себе правильный диагноз, сказать, что мы находимся в особом состоянии, оно безблагодатное, оно такое мрачное, такой некий мрак опускается на нас с вами. И богооставленность не значит, что Господь стал дальше от нас, Он остается рядом. Подобно как, помните, ученики Христова, апостолы, находились на лодке, на Теверевском озере, и была буря. А Господь спал на возглаве, там же в лодке находился вместе с ними, и они разбудили его, и говорили так со страхом, наставник, наставник, мы погибаем, что же ты спишь? А наставник-то рядом, Господь рядом с ними. И вот когда происходят в нашей жизни такие бури, когда мы чувствуем такой мрак, когда мы чувствуем, как будто бы наша жизнь находится в опасности, и как будто бы никто нас не защитит, никого с нами нет, надо тогда не знать, не понимать, не чувствовать, а верить. Вот это самое главное, верить. Вот так тренируется наша вера, так она совершенствуется через такие состояния, так она становится Божьей. Бывает ведь разная вера, бывает вера обычная, человеческая, бывает вера Божия. Если мы по-человечески верим, то это можно сказать, что это больше легковерие, потому что в этой вере добавляется еще вера в себя, вера в свои силы. Но когда у нас есть вера Божия, тогда мы полностью доверяемся Богу. И вот когда мы находимся в этой черной мрачной пропасти, когда нам кажется, что мы совершенно одни, когда мы чувствуем некий такой духовный вакуум, вот постараемся поверить в присутствие Божия рядом с нами, поверить. Постараемся напрячь свою веру, постараемся напрягать ее снова и снова, постараемся делать некое усилие. Бывает ведь усилие воли, но это одно, а есть усилие веры, это немножко другое. Вот вера нуждается в усилиях, если она будет иметь такие усилия, тогда она будет укрепляться. А когда она укрепится, то такие уроки зачастую будут не нужны. Господь нас будет по-другому как-то учить, будет нам помогать, будет рядом с нами. Но когда эти уроки наступают, будем принимать их со смирением и будем в этих состояниях молиться и ждать от Бога помощи по нашей вере, не желая ничего чувственного. В этом будет малый, но подвиг. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok